Всем привет! С вами Денис Мейджор и хочу поделиться таким очень радостным для меня, во всяком случае, событием. Моему видеоблогу исполняется два года! Конечно, вы скажете, Денис, если зайти в статистику твоего блога и посмотреть, когда он был создан, он был создан гораздо раньше, почему ты говоришь, что два года? Ну, на самом деле, действительно, формально видеоблог, как площадка вот эта, был создан гораздо раньше и, по сути, он был чуть ли не привязан к гугловскому аккаунту изначально. Суть в том, что тогда, в общем, много лет назад, это не был видеоблог таким, как он есть сейчас. То есть, иногда это было просто место, куда я мог загрузить видео, которое куда-то потом показать, где-то показать. Иногда я использовал этот видеоблог как площадку для загрузки видео, которую я вставлял в свои там обзоры текстовые. Я писал про технику, про смартфоны, про электронные книги, про компьютеры, про всё это. Хотя пару игровых моментов там тоже было, например, обзор руля Logitech G25. Ну, такие моменты были довольно редки, и по большей части я видеоблогом не занимался. Я его не развивал, я не выгружал на него видео. В общем, в лучшем случае там появлялось, я не знаю, одно видео в полгода. Какое-то время я решил стать активнее в этом. Я снимал тоже про гаджеты, назвал такую блок-передачу, ну и гаджеты снял, я не знаю, штук пять, может быть, видео. Ну, в общем, немного на самом деле. И что-то тоже это всё у меня заглохло. И долгое время я думал, что снимать видео это не моё. Я не снимал видео, потому что не понимал этот формат. То есть, я сам для себя думал, что мне гораздо проще, например, читать, чем смотреть видео. То есть, если я хочу узнать какую-то информацию, я гуглю статью по этой теме, или пост в блоге, или типа того. Её быстро можно просмотреть глазами, найти нужный тебе кусок, прочесть его, сделать какие-то выводы, да, там, практически, может быть, там, на компьютере что-то сделать. И видео я тогда не любил, потому что я думаю, ну, ты смотришь тоже видео, не знаю, там, как перепрошить смартфон или, там, PlayStation. И, там, человек сначала долго рассказывает, потом долго делает какие-то действия, которые не то, что даже лично мне не нужны, а иногда и вообще никому не нужны, при этом не показывая действия, которые нужны. И, в общем, можно сказать, что я не понимал формат видеоблогов, потому что я не видел нормальных видеоблогеров. Однако, в какой-то момент я подсел на видеоблог ностальгирующего критика. Это чувак-американец, он снимает обзоры кино и делает это очень круто. У нас его переводит студия Джош и Зо, и ещё кто-то есть, много разных вариантов перевода, есть, мне больше всего нравится, конечно, с субтитрами, вот, потому что мне нравится, вот, оригинальная экспрессия ностальгирующего критика, как он это делает. Он не просто обозревает видео серии, там, сидит и рассказывает об этих видео, то есть он снимает какие-то сценки, которые связаны с этим видео. Потом, поскольку он уже довольно популярный и новые видео, там, на них постоянно ограничения какие-то по авторскому праву, он уже не показывает сами видео, а просто снимает какие-то сцены оттуда, естественно, там, с комическим каким-то эффектом. Но при этом у него подход, например, в отличие от Bad Comedian, который, как мне кажется, в том числе вдохновлялся ностальгирующим критиком, у него подход не просто обругать фильм обязательно, у него подход именно рассмотреть этот фильм. И сначала я стал смотреть его видео, потому что я мог, например, за полчаса, или там, ну, у него 30-40 минут обычно такие видосы, кстати, у Bad Comedian, мне кажется, многовато, там, у него почти час, у него есть хорошее видео, но час все-таки много. Ну, так вот, у ностальгирующего критика 30-40 минут, и я мог за эти 30-40 минут получить представление о фильме, потому что я уже, кстати, когда-то рассказывал, мне не так интересно сейчас смотреть фильмы, как играть в игры, потому что ты смотришь фильм, ты, по сути, ничего не делаешь, а если фильм еще будет плохой, то просто, там, не знаю, 2 часа из своей жизни выкинул. И мне понравился обзор ностальгирующего критика тем, что, во-первых, я могу сложить впечатление о фильме, если фильм хороший, тогда я его посмотрю, если нет, окей, я не тратил 2 часа своей жизни, чтобы смотреть какую-то фигню, я потратил максимум 40 минут и получил представление о фильме, и при этом получил большое удовольствие от самого просмотра. Я подумал, эй, я хочу сделать что-то такое про игры, и, на самом деле, потом уже, когда я там открыл свой видеоблог, несколько видосов было практически в таком, ну, нет, далеко, конечно, понятно от формата ностальгирующего критика, потому что он уже давно этим занимается, вот он недавно, его видеоблогу было 10 лет, вот именно в том формате, в котором он есть, уже 10 лет. Ну вот, я пробовал с занудой пекарем, то есть у нас там несколько видео было, например, там, что не так с Uncharted, что не так с Infamous, хотя некоторые говорили, что это видео довольно скучно, их скучно смотреть, но некоторым нравится, и там до сих пор люди знают, что смотрят, заходят, но, конечно, оно, все это там даже по сравнению с тем, как сейчас выглядит в блоге, у меня все это сильно так, ну, по качеству, будем прямо говорить, по качеству отстает, и я и сейчас далек от идеала какого-то качества, но то, что сейчас, мне самому нравится гораздо больше, чем то, что было раньше. Но, тем не менее, началось оно даже не с этого, в общем, когда я решил, что я хочу делать видеоблог про игры, я так подумал, что у меня, по сути, вот этот видеоблог будет сочетанием всего, чем я увлекаюсь. Я увлекаюсь играми, я увлекаюсь музыкой, я пишу музыку, и я подумал, что я буду делать свою музыку для своего видеоблога, и так, в общем-то, и получилось. То есть, когда вы слышите в моем блоге музыку, это не музыка из игры, это моя музыка. То есть, я не использую там какие-то бэкграунды чужие, у кого-то взятые, бесплатные, из каких-то банков по партнеркам или еще где-то. Я пишу всю музыку свою, мне это действительно нравится, и доставляет тоже большое удовольствие. И вот, когда я понял, что хочу заниматься видеоблогом про игры, я понял, что мне нужна карта захвата. И это был первый такой момент, когда, по сути, то есть, блог, можно сказать, начинался, начал зарождаться вот именно, в котором есть. 28 июля 2015 года я купил карту захвата LiveGamerPortable, Avermedia LiveGamerPortable. Купил я ее на горбушке где-то, ну, почти за 10 тысяч, за 9700. Пришел домой, стал с ней разбираться и решил просто в качестве какого-то эксперимента что-то выложить. Я записал Let's Play Splatoon и выложил это 29 июля 2015 года. И вот эту дату, 29 июля 2015 года, я решил считать такой отправной точкой. Днем рождения моего видеоблога вот в том формате, в котором он есть сейчас. 30 июля уже через день я выложил репортаж с посещением презентации World of Tanks на Xbox One. Тогда еще, кстати, о танках на PlayStation 4 не было никакой речи. И тоже, в принципе, я тогда думал, что вот я буду снимать про World of Tanks, все любят World of Tanks. И за счет этого, может быть, будет приходить аудитория. Потом я, правда, понял, что никому не нужно World of Tanks. По крайней мере, если ты такой не человек, который разбирается во всех танках, в стратегиях игры. То есть, если ты не сможешь людей чему-то научить, то просто рассказывать о World of Tanks, я так понял, вообще никому не интересно. Однако, несмотря на то, что мой блог, по сути, начался с игры Nintendo, ну, со Splatoon'а, изначально не было цели уклоняться в сторону Nintendo. Да я бы и сейчас не назвал себя сильным Nintendo-блогером из серии, что там я снимаю только про Nintendo. То, что я снимаю не только про Nintendo. И не было такой цели изначально. Просто так получилось, что когда вышла Super Mario Maker, я подумал, вот, игра выходит, я ее хотел давно, ждал, и я ее сниму. И я так подумал, ну, кто еще снимет Super Mario Maker, вот в России? Кто еще это будет снимать? Потому что и Vue у нас непопулярно как-то, и в целом люди там, что-то там, типа, о, фу, Mario, что там для детей? Я подумал, что я это сниму, обзор игры, все. Я снял, людям очень понравилось, люди стали приходить, зрители комментировать. Потом я решил снять еще, ну, я увидел, что это популярно. Думаю, сниму еще, ну и, в принципе, и забью. И снял еще, люди еще больше стали приходить. Стали задавать вопросы, как делать уровни, и вообще, как там, чего. И я решил периодически снимать. То есть я там как-то снял свои уровни, выложил, потом еще как-то снял. Люди стали писать больше, больше, больше Super Mario Maker. Поэтому однажды я решил сделать это постоянной рубрикой воскресной. Решил выбрать воскресенье, потому что, честно говоря, даже не знаю почему. Ну, воскресенье, воскресенье. Ну, типа, всю неделю, если что, можно снимать. Хоть в понедельник, хоть в субботу, можно снимать эти видео, воскресенье выложить. Сам я отдыхаю, и люди отдыхают и смотрят, все довольны. Ну, и так получилось, что это стало ежедневной рубрикой. Хотя, конечно, как я уже говорю, я не только про Нинтендо снимаю. И не было изначально такой цели. И я даже, я не могу себя вот назвать фанатом Нинтендо. Ну, то есть, я фанат хороших игр. И это то, что было у меня всегда. Да, там, у меня есть определенный игровой вкус, в который многие игры Нинтендо хорошо встраиваются. Хотя, далеко не все. Например, тому же Star Fox Zero я поставил довольно, ну, не скажу, что прям сильно низкую оценку. Хотя, может быть, сейчас я бы даже тройку поставил. Тогда, по-моему, четверка с чем-то, с минусом поставил. Когда Super Mario Maker на 3DS вышел, я ему тоже тройку поставил. Чуть ли не с минусом. Потому что, на самом деле, игра, именно эта версия игры для 3DS, она похоронила все то, за что любят, собственно, версию игры для Wii U. То есть, там, игру по интернету, вот эта передача уровня, закачка уровня в интернет, возможность найти чужой уровень. Или тому же Arms. Мне понравилась игра Arms, но я ей поставил четверку. То есть, я не буду говорить, что, ааа, слушайте, Нинтендо, там все супер. Игра хорошая, но, на мой взгляд, могли сделать и получше. Ну, я говорил почему, если вам интересно, можете посмотреть этот обзор. В то же время, я также не являюсь каким-то Sony-хейтером. То есть, у меня, например, есть обзор Uncharted 4, в котором я просто там нахваливаю эту игру. Ну, потому что это реально одна из лучших игр всех времен и народа. Есть обзор Ratchet & Clank, игре, которую я поставил там 5, тоже, по-моему, чуть ли не с плюсом, может быть. Ну, может быть, даже с минусом, но игра действительно отличная, мне она очень нравится. Wipe Out Omega Collection я тоже игре поставил пятерку. Причем, обзор Wipe Out Omega Collection вышел в одну неделю с ARMS, и так получилось, что вот ARMS игре от Nintendo и PSL 4. Wipe Out игре от PlayStation, ну, на консоли PlayStation я поставил пять. Плюс, у меня всегда была также идея охватывать и Xbox. Ну, во-первых, мне очень нравится Xbox, и я про это сниму отдельное видео, моя консоль Xbox One и Xbox 360, я думаю, это будет в одном видео. Расскажу, почему я люблю эти консоли и во что я на них играю. Ну, как всегда, вы знаете. Ну, вернемся к истории видеоблога. Когда 29 июля 2015 года, по сути, я вот выложил первое видео про Splatoon, у меня тогда было где-то 176 подписчиков. Я не знал, кто эти люди. Я предполагал, что им, скорее всего, будет неинтересно снимать про игры, потому что если они подписывались на мой видеоблог, когда я снимал там про технику и снимал редко к тому же. Вот, я думал, что они разбегутся, но я не хотел создавать с нуля. Может быть, это было бы правильнее создать с нуля, но я просто думал, ну, с нуля как-то будет совсем тяжело. И я решил, ладно, есть хотя бы 176 человек, это хоть какая-то база, хоть что-то. Хотя бы люди другие будут там находить мое видео, смотреть, и они увидят, что там есть какая-то, кто-то хотя бы это смотрит. И на самом деле ведь это мотивирует людей подписываться. То есть так часто бывает приходят, о, чуть мало подписчиков, раз ушли, стало больше подписчиков, пришел человек и подписался. Потому что уже есть люди, люди рассмотрят, значит, это интересно, если есть аудитория. Это можно даже увидеть на примере того, как росло количество подписчиков на моем канале. Спустя год, ну, чуть раньше, чем год, там на один месяц, в июне 2016 года у меня набралась первая тысяча подписчиков. Вторая тысяча набралась в декабре. То есть в декабре стало 2000. Ну, считаю, полгода прошло. То есть если первую тысячу я набирал год, вторую тысячу я набирал полгода. А третья тысяча в конце января 2017-го. То есть там прошло полтора месяца и набралась тысяча подписчиков. То есть вы видите, да? То есть если я целый год собирал первую тысячу, потом полгода собирал вторую тысячу, и потом месяц я собирал третью тысячу. На момент, когда я снимаю это видео, естественно, я снимаю немножко заранее, чтобы выложить прямо в день рождения моего блога. В моем блоге около 9 тысяч подписчиков Таким образом, я надеюсь, что где-то К сентябрю будет уже 10 тысяч Но к новому году даже не знаю Относительно недавно я решил также попробовать создать канал Для стримов, я просто подумал, что раз люди Часто просят стримы, мне принцип самому Это тоже тема интересна, то Надо сделать стримы, но когда я стал делать На своем канале, первые там пара стримов Были на моем канале, я подумал, что окей Если я буду делать слишком часто, это может Во-первых, напрягать некоторых людей Которые там подписались Совсем не для стримов, потому что это Все-таки другой формат, и я подумал, что Наверное, лучше действительно создать Другой канал, отдельный, плюс еще почему Я это сделал, потому что я думаю, ну вдруг Я когда-нибудь включусь в какую-то партнерку Чтобы там Партнерка помогала мне как-то развиваться Приводила подписчиков Может там приводила рекламодателей Чтобы я мог что-то там зарабатывать на видеоблоге И поскольку, знаете, бывают Такие скандалы с партнерками, что люди Потом теряют доступ к своему каналу, я подумал, что Лучше, чтобы у меня было два канала Вот отдельно канал с видео Отдельно канал для стримов Они пересекаются на уровне того, что И там, и там я И там, и там я говорю, что будет на другом канале В ближайшее время Но как бы и все То есть это отдельный канал И я создал канал для стримов Перевел туда рубрики Вот была по вторникам летсплейная рубрика у меня И четверг Это было прохождение там различных игр Которые я тоже перевел Ну по сути тоже летсплейная рубрика Я ее тоже перевел на стримы Еще одна тема Шапка Почему я вообще изначально стал сниматься в кепке Потому что, чтобы как-то отличаться Лысых видеоблогеров И снимающих про игры довольно много И как видеоблогеров, так и просто журналистов Например, Макаренков Он же не блогер У него вроде нет своего блога Но, тем не менее, он долгое время был редактором игромании Ну и, конечно, Антон Логвинов Ну и все их знаете Я так подумал, я надену кепку Это будет какая-то фишка Конечно, эта кепка, она может быть уже не такая Какая-то, знаете, яркая и заметная Кепка гумбы, в которой я снимался Изначально лучше в этом смысле Там глаза гумбы Там вот это все Но мне не нравилась форма той кепки Плюс она там сильно застиралась То есть нужно, конечно, новую покупать Но просто все равно форма той кепки Она как-то... Вот мне нагадают Когда я смотрю свои старые видео Как там кепка гумбы на мне выглядела И как эта кепка Это Зельда кепка уже Как она на мне выглядит Вот эта мне больше гораздо нравится Ну, как-то вот Симпатичнее смотрится, что ли Не то, чтобы я сильно там Как-то в моду ударялся Хотя я помню, когда Было видео С обзором Nintendo Switch Когда я снял Сделал кепку так Или вот так Вот так я ее сделал Столько людей пришло в комменты Которые, как оказывается Они очень хорошо разбираются в моде Для них это имеет большое значение То есть для них реально имеет большое значение Куда повернута кепка Я ее повернул Потому что у меня Лампа светит сюда Вот здесь И когда кепка вот так То бывает иногда положение глаз Так, ну, положение головы Когда тень от козырька падает на глаза То есть я ее повернул вот так И тень от козырька не падает на глаза Ну, а как оказалось Что люди Очень много людей Очень много зрителей Они очень сильно следят за модой Они понимают, что это уже не модно Кепки так носить И для них это имеет очень большое значение И также они уверены Что если я поверну кепку вот так Я автоматически становлюсь тупым Ну, то есть вот если вот так Вот я, наверное, умный, да Вот стоит мне повернуть вот так Все, я даже дважды два не сложу Поэтому, чтобы не расстраивать людей Я решил, что я буду носить кепку как обычно Но все-таки в кепке мне нравится Это какая-то фишка Конечно, есть еще много вещей Которые позволяют моему блогу Существовать в том виде, в котором это есть Например, купил зеленый экран Вот сейчас вы смотрите это видео Где зеленый экран заменен на фон А вот давайте сейчас выключим этот фон И оставим зеленый экран Вот примерно так это выглядит У меня там еще когда-то Я его когда купил Я еще жил в другой квартире Я его крепил на скотч к стене Хотя он у меня сейчас тоже на скотч к стене прикреплен В общем, я помню, ко мне приехал один приятель Который тоже там думал о видеоблоге Когда увидел, как это все выглядит Он такой, слушай, ну если вот это все Так прикольно получается в итоге в результате То, наверное, это возможно Это не так сложно Но если вам интересно Я могу снять отдельное видео Что-то типа бэкстейдж Как делается мой видеоблог Как я это все снимаю Как это происходит Какую технику я использую И все прочее Пишите обязательно в комментах Если вам это интересно Я могу снять про это отдельное видео Не обещаю, что быстро Но сниму А сейчас просто хочется сказать спасибо всем Кто смотрит меня Кто комментирует Кто смотрит стримы Кто донатит Всем вам спасибо Кто тусуется в группе ВКонтакте Я помню, когда я запустил группу ВКонтакте Там было пять человек И это было, наверное, единственное место Куда я сначала Нагнал людей за деньги То есть я там где-то мы с женой нашли За тысячу рублей Или за сколько Или за три тысячи рублей Сейчас не помню Можно тысячу подписчиков себе сделать И это вроде как даже живые люди Мы сделали это И там получалось Что они подписываются Некоторые потом отписываются Ну поскольку это живые люди Их никто не заставляет там держаться Просто куча разных таких есть партнерок Где ты там приходишь Тебе говорят Подпишись на этот блог Ты на него подпишешь Тебе там за это какие-то баллы капают В общем, когда мы все это сделали Осталось где-то 700 человек Даже может быть Ну около 700 в общем человек осталось И вот с этого Можно сказать Началась группа ВКонтакте Сейчас в ней 1060 человек Это уже реальные люди Ну то есть как я понял Что те боты Они все отписывались Отписывались Сейчас все больше и больше Подписываются живых людей Мы уже больше не делаем таких вещей Но почему мы это изначально сделали Потому что Опять же говорю Люди приходят Видят там 5 человек Ну что им здесь делать Где 5 человек Ну это же ни о чем А так люди приходят Тысяча подписчиков Вроде можно уже посидеть Пообщаться Ну поначалу мы С женой только что-то постили Сейчас уже Подписчики сами Контент свой какой-то предлагают Мы естественно модерируем Чтобы там было В определенных все рамках Но тем не менее Все равно спасибо тем Кто предлагает свой контент Предлагает интересный контент Который действительно Интересно обсудить И прокомментировать в группе То есть я смотрю уже И комментов там довольно много Люди общаются И это хорошо Спасибо всем Кто в этом участвовал Без вас Это конечно всего бы Не существовало Ну а тем кто только пришел Подписывайтесь на мой канал Чтобы не пропускать Различные интересные видео Об играх и игровых консолях Просто посмотрите Что я выпускал В ближайшее время Я уверен что что-то Вас обязательно зацепит А тем кому интересны стримы Подписывайтесь на стримовский канал Ссылка в описании А с вами был Денис Мейджор И до новых встреч Пока Субтитры сделал DimaTorzok